...ребенка. Третьего, четвертого, что-то я не помню, но не первого. И уже накануне родов, недели за две до родов, как обычно, ну, родители интересуют обычно, кто. Не всех, правда. Одни говорят, кого Бог даст, а другие говорят, мальчика или девочка, ждут дочку или сынка. И пошли провериться на УЗИ, как говорят. И УЗИ показало мальчика, но четыре руки. Вы представляете, что такое? Ну, и представляете, что после этого врачи в ужасе, а мать это место себе не находит. Ну, вообще, в шоке. Все. Осталось две-три недели до родов. Они повторно и делают УЗИ то же самое. Четыре руки, сын, и ожидается с четырьмя руками, двумя ногами, и вот такое вот. Она места не находит, молитва отнялась. Естественно, какая молитва может быть? Ну, просто это присуще любому человеку. Хотя, вроде бы, ей надо мужаться, мы говорим. Ее посылают в другой областной город. Другой, может, ошибку показал. Бывает же, все. Ее посылают в областной город. Там, когда проверили, то же самое. Сын и четыре руки. Вот и все. Ожидают такого ребенка. Что же делать? Или ожидать ребенка? И церковь, братья вдохновили молиться. Потому что другого выхода нет. Через две-три недели родиться с четырьмя руками. Сын, это на всю жизнь, сколько он будет жить. Может, 60-70 лет. Ну, мать поменьше будет жить. Она, это мать, но все равно, сколько будет жить, она будет видеть с четырьмя руками ребенка, сына. И церковь начала прилежно молиться. И как они рассказывали, служитель рассказывал. Мы у мурашки ночевали, там братья были. Вот он рассказывал за столом. Говорит, это такие были молитвы прилежные. Ну, вы понимаете? Даже эти молитвы, они как-то вдохновили. И когда, а все врачи уже знали об этом. И все врачи, когда принимали роды, ожидали вот такого ребенка. А церковь продолжает молиться. И когда рождается ребенок, две руки, две ноги, нормально ребенок. Это было чудо просто. Врачи все были в шоке уже от другого. Они просто непонятно. Для них было непонятно. Ну, не может быть, два, в двух городах показали приборы, эта аппаратура показала одно. На деле совсем другое. И сейчас ребенок, они сказали, растет полноценный, здоровый. Все, две руки, две ноги. То есть все нормально. Где и молитва церкви. Я просто хочу этим примером сказать, что для родителей сколько молитв приходится возносить с первых дней, как ожидают ребенка. И до последних, пока их глаза, видят своих детей. Сколько болит? Очень много. Поэтому, как важно, братья и сестры, не только родителей молитва, но и, смотрите, церковная помощь молитвенная. Если бы не церковь. Смотрите, Господь.